Умирать способны не только животные, но и автомобили, но даже в этом состоянии многие из них выглядят ужасающе прекрасно. Вот признайтесь, много ли из вас задумывалось о том, что бывает с поддержанным автомобилем после его продажи? Нет? Тогда раскрываем секрет. Скорее всего, после смены собственника машина покатается некоторое время у нового владельца, потом сменит хозяина еще раз, потом еще и еще, до тех пор, пока от поломок, возраста и прочих факторов автомобиль не превратится в недвижимость. А вот дальше бывает по-разному. В странах с развитой утилизацией отслужившие свой срок машины оказываются на специальных заводах, где их аккуратно разбирают и затем отправляют на переработку. Любопытно, что в некоторых государствах, например в Японии, в таких местах можно даже увидеть вполне еще живые автомобили. Просто местные жители считают, что срок их эксплуатации уже вышел и предпочитают поменять машину на новую, а старую отдать в утиль. Но не во всех странах система переработки работает так же отлажена, как в Японии. Много где старые машины доживают свой век на различных свалках, которые иногда имеют гигантские масштабы. И это действительно завораживает. Предлагаем взглянуть на пять очень интересных автомобильных свалок со всего мира. Десерт Валли Ауто Партс Неподалеку от Феникса, в пустыне штата Аризона, на территории 16 гектаров, расположилась свалка Десерт Валли Ауто Партс. Пусть вас не смущает, что название этой свалки уж больно напоминает название какого-нибудь магазина. Дело в том, что фактически это гигантская авторазборка, или проще говоря супермаркет поддержанных запчастей. Как это работает? Человек приезжает на свалку, платит за вход определенную сумму, а дальше роется в груди металлолома в поисках нужных запчастей. Затем на выходе нужно доплатить за понравившиеся детали, хотя выйдет это гораздо дешевле, чем покупать такие же запчасти через интернет. Не сказать, что Десерт Валли Ауто Партс это уникальное явление. Таких свалок-разборок в США пруд пруди, но все же аризонская свалка существует уже более 20 лет, а телеканал Дискавери даже посвятил ей одно из своих шоу. Кладбище Советской военной техники, Московская область. В 2011 году блогер с ником Лана Саттер сообщила о найденном в Подмосковье кладбище военной техники. На фотографиях, опубликованных девушкой, были видны целые колонны армейских Уралов, Зилов, Газов, БТР и БРМД, попросту брошенных в лесу в Московской области. По понятным причинам точное нахождение такого автокладбища не сообщалось, равно как итог, к какой части могла относиться найденная техника. Тем не менее, публикация вызвала эффект разорвавшейся бомбы, быстро разойдясь по различным сайтам и социальным сетям. Не остались стороне и западные СМИ, которые сообщили о военных грузовиках, оставленных в российском лесу. Правда, с тех пор прошло немало времени, и те немногие, которые знают о нахождении данного кладбища, утверждают, что необычный музей под открытым небом уже изрядно поредел. Часть техники просто вывезли с этих мест в неизвестном направлении. Стоит сказать, что данное автокладбище не единственное в своем роде. На различных форумах любителей заброшенных объектов можно найти десятки сообщений о похожих стоянках. Причем некоторые из них точно так же расположены в Московской области. Автокладбище Мустангов. Далеко не все автомобильные кладбища представляют собой место отстоя какой угодно техники. У некоторых из них даже бывает своя специализация. Например, как у кладбища Мустангов, расположенного в Колорадо. Эта свалка принадлежит компании Колорадо Мустанг, которая начала собирать знаменитые пони-кары еще в 70-х годах прошлого века. Постепенно коллекция Мустангов разрасталась, и далеко не все приобретенные автомобили имели высокую ценность. В итоге большую часть из них просто выставили под открытым небом. Сейчас это кладбище Мустангов также служит в качестве авторасборки, где желающие могут подыскать себе подходящую запчасть. Свалка в Сулайбье. Признаемся, это не совсем автомобильное кладбище. И все же район Сулайбье, расположенный неподалеку от столицы Кувейта, заслуживает места в нашей подборке. Дело в том, что это место может считаться самой большой свалкой автомобильных покрышек в мире. Причем это отнюдь не преувеличение. Дело в том, что многие страны платят Кувейту просто за возможность отправить свои старые шины сюда. Как же утилизируют эту резину? Ее просто скидывают в местные каньоны и ущелья. В итоге сейчас здесь покоится свыше 7 миллионов автомобильных шин. Остается лишь надеяться, что когда-нибудь это кладбище старой резины канет в лету. Ну а китайские автомобильные кладбища заслуживают отдельного разговора. Не секрет, что КНР это самый крупный автомобильный рынок в мире. По последним данным, в стране продается свыше 24 миллионов новых машин ежегодно. Вот только мало кто задумывается о том, что происходит с теми автомобилями, которые уже отслужили свое. Хорошим примером оборотной стороны роста продаж новых автомобилей может служить кладбище машин неподалеку от Хэньчжоу. Никто не может точно сказать, сколько именно автомобилей здесь размещено, но очевидно, что их очень много. Причем иногда их количество растет скачкообразно. Например, в 2015 году число оставленных здесь машин резко увеличилось на 100 тысяч из-за введения новых стандартов по уровню вредных выбросов. И это не предел. С уверенностью можно сказать, что в дальнейшем количество автомертвецов, утилизированных подобным образом, будет только расти. По мнению автоэкспертов, при текущих темпах роста авторынка к 2020 году на автомобильных свалках в Китае по разным причинам может очутиться до 16 миллионов машин. Продолжение следует...